Пятый пасхальный фестиваль «Красная горка» в Спаске уже называют одной из основных культурных традиций района. В этом году фестиваль длился всего один день, поэтому программу насытили максимально. Экскурсии, выставки, лекции, а еще танцевальный марафон. Тем временем в парке неподалеку от основной площадки народ резвился не по-детски. С гармошкой, угощениями и плясками. Тренеры спортшколы Евпатий Коловрат провели для детей молодецкие игры и забавы. А чтобы силы у участников и зрителей фестиваля не иссякли, всех угощали горячей кашей. В этом году у нас новая, очень интересная площадка – это танцевальный марафон «Азорница». Причем это не просто танцевальный марафон, где могут присутствовать все танцевальные направления. Это именно русские народные танцы. Русский народный танец, он очень интересен, разнообразен. Причем формат таков, что мы можем увидеть и стилизованные танцы, и настоящие русские народные танцы. И, в общем-то, площадка, которая объединяет в этом году огромное количество молодых людей, различные танцевальные коллективы. Основное направление фестиваля – благотворительность. Пасхальная сувенирная ярмарка от мастериц Рязанской области работала весь день. Средства направят тяжело больным детям. Также на главной площади и в Доме культуры всех желающих учили рисованию и рукоделию. В нашем маленьком городе Спаски сегодня проходит очень значимое событие. Я бы называла это действительно событие. В пятый раз в нашем городе проходит пасхальный фестиваль «Красная горка». Значение его и для меня, и для всех, кто присутствует, конечно, велико. Потому что, прежде всего, вот этот фестиваль – это хранитель наших православных традиций. В этом году просветительский семинар был посвящен патриотизму и национализму – вызовы современности. Завершился Пятый Спаский пасхальный фестиваль праздничным концертом. Подготовили его воспитанники воскресных школ и самодеятельные артисты Рязанской области.